Ярославль наводнили поддельные квитанции ГИБДД. Письма с фальшивками, как правило, рассылаются автовладельцам по почте. Кроме квитанции, в каждом находится постановление об административном правонарушении. Заплатив такой штраф, водитель на самом деле переводит деньги мошенникам. Понять, что эта подделка, довольно сложная. Развитые технологии и современные средства печати дают возможность создавать квитанции высокого уровня. И все же у самых бдительных есть шанс не попасться на уловку аферистов. Очень часто звонят граждане с вопросами о том, действительно ли постановление вынесено отделом ГИБДД, либо это мошенники пользуются нашими реквизитами, подделывают постановление о нарушении, которое не было. Мы всегда отвечаем людям. Для того, чтобы узнать о том, действительно ли постановление вынесено нами, необходимо знать номер постановления, который указан на обратной стороне. То есть достаточно сказать этот номер, и мы подтвердим, вынесено ли нами, или оно поддельное. В отличие от поддельных конвертов и постановлений, которые получает гражданин от мошенников предполагаемых, наш конверт имеет установленную форму, где имеется печати городской курьерской службы с отправкой, имеется специальное окошечко с указанием адресата и штрих-кода городской курьерской службы. В любом случае это уже имеет, значит, какие-то степени защиты. Кроме этого, вручается уведомление о вручении данного постановления. В случае возникновения сомнений в подлинности вот этих реквизитов, на постановлении имеется контактный телефон. Здесь он указан. Телефон 57-3905. Вы можете обратиться по этому телефону нашему сотруднику и уточнить место и время нарушения скоростного режима. Кроме этого, вы можете обратиться на сайт ugibdd76.gibdd.ru Продолжение следует...